Сестры, за Господнюю милость к нам, то, что по милости Его мы можем быть сегодня здесь. И я хочу сказать вам спасибо, что в конце трудовой недели, несмотря на всю усталость, несмотря на все, может быть, заботы, переживания, подготовки к выходным дням, вы нашли возможность быть в Доме Господнем. Вы нашли силы воспользоваться вот этой привилегией. Это действительно особая привилегия, когда мы можем быть в Доме Господнем. Помните, когда-то псалмопевец Давид, находясь далеко от храма, находясь в пустыне, он говорит, как вожделены жилища твои, как я хочу быть в Доме Твоем. И стомилась душа моя, ожидая того времени, когда я смогу быть в Доме Твоем. Какая-то большая, большая привилегия, когда мы можем в тишине, в спокойствии прийти в Дом Божий. Я думаю, что для вас не секрет, что сегодня, к сожалению, в месте там, где когда-то жили мы на востоке Украины, где сегодня эта часть уже не принадлежит Украине, забирают дома молитвы. Не так давно наш брат в Донецке или в Донецкой области недалеко рассказывает, что у нас было обычное служение, как обычно мы проводили. Мы думали, мы и дальше, это был наш дом молитвы, мы думали, что мы дальше сможем совершать служение, проводить служение. Но во время служения зашли люди военному и просто-напросто выгнали нас из дома молитвы. Дом молитвы отобрали. Это реальность нашего времени. Друзья, но мы имеем эту возможность быть в Доме Божьем. Это привилегия. Мое желание вместе с вами сегодня вспомнить одну из молитв, молитв особого человека. Это будет 89-й псалом, и несколько стихов я прочту. 89-й псалом мы читаем. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот, прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты, Бог. И 12 стих. Научи нас так счастлять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Научи нас так счастлять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Дорогие, я думаю, что каждый из присутствующих здесь понимает и хорошо знает, что молитва – это что-то особенное, это какие-то особые сокровенные слова, которые человек говорит Богу. Невозможно повторить чью-то молитву, невозможно молитву заучить. Молитва – это всегда живой, особый разговор с Богом. Это всегда какие-то особые слова. Да, может быть, мы и можем приготовить какие-то слова к молитве, и так, собственно говоря, Священное Писание иногда нас учит. Помните, Бог через пророка говорит – возьмите с собой молитвенные слова. И тем не менее, как часто, когда мы молимся, мы вдруг говорим то, что в общем-то не думали. Дух Божий руководит и Дух направляет. Помните, как в послании к Римлянам апостол Павел говорит, что мы не знаем, о чем молиться, молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует. И вот здесь перед нами молитва. Молитва человека Божьего. Господи, научи, научи нас правильно относиться к Тобою данному времени. Прежде чем мы вернемся к этому стиху и несколько еще других, обратим внимание, мне бы хотелось посмотреть на вот первое, на что обращает внимание этот псалом. Вот эта приписка, вот это вот подзаглавие псалма «Молитва человека Божия». Заметьте, есть разные люди, есть разные характеристики, но вот здесь почему-то составителям книги псалмов, авторам книги псалмов, было угодно написать молитва Божьего человека. Я думаю, что когда мы читаем библейские истории, мы вольно-невольно, мы как-то себе представляем. Представляем человека, о котором говорится, или, может быть, представляем обстоятельства. Если это говорится, что это была молитва человека, но, наверное, мы пытаемся как-то себе представить этого человека, может быть, попытаться представить те обстоятельства, в которых он молился. И вот здесь молитва Моисея, человека Божия. Я думаю, что сразу возникает какой-то вопрос, почему Моисея назвали Божиим человеком? А разве не все люди Божии? Почему же Моисей назван Божиим человеком? Заметьте еще одну деталь. Мы не один раз читали этот псалом. Мы не один раз слышали этот псалом. Но я думаю, что никогда ни у кого не возникло какого-то дискомфорта или какого-то несогласия, когда мы слышим, что Моисей Божий человек. Правда же? Когда мы слышим, что Моисей Божий человек, мы с этим соглашаемся. Я думаю, что если бы была написана молитва разбойника или даже молитва разбойника на кресте Божьего человека, это бы как-то нас, ну, немножко смутило, вызвало какое-то неудобство, какой-то дискомфорт. Но когда мы слышим, что Моисей, Моисей – это Божий человек, мы согласны. Мы согласны, что Моисей, он действительно особый человек. Это действительно Божий человек. Я думаю, что когда мы слышим эта молитва Божьего человека, это вызывает особый интерес, особое внимание. А о чем же просил вот этот Божий человек, вот этот человек, Моисей, в чем была суть его молитвы? Я думаю, что вы помните, даже Господь по-особому относился к Моисею. И когда-то Он сказал о Моисее, когда возникла какая-то, может быть, не очень приятная ситуация в жизни Моисея, когда даже родные, фактически родные, брат, сестра, ну, немножко возмущались на Моисея. Помните, Господь заступился за него. И вот слова, которые Бог сказал, что есть пророки Божии, есть пророки, которым я открываюсь, но не так, говорит Господь, с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним. И явно они в гаданиях. И образ Божий видит он. Я думаю, когда мы слышим Моисей, Моисей, Божий человек, мы представляем, сколько раз он выходил туда на гору, как он общался с Господом, как он видел славу Божию, как после общения с Богом даже израильтяне не могли смотреть на Него, потому что его лицо сияло славой Божией. И Моисей должен был покрывать свое лицо. И тем не менее, несмотря на такую близость общения с Богом, мы читаем молитва. Молитва Моисея. Молитва человека Божия. Как-то по-особому, какое-то особое благоговение и трепет вызывает вот эти слова. Моисей, который видел Господа собственными глазами и все же нуждался в молитве. Просил Господа, обращался к Нему. И вот, заметьте, когда мы читаем эту молитву, первое, о чем просит Моисей, он говорит, научи. Господи, научи нас так счислять дни наши. Заметьте, слово научи, это слово, которое произносит ученик, человек, который готов чему-то учиться. Когда мы опять-таки вспоминаем жизнь Моисея, мы помним, он учился 40 лет в Египте, он учился в пустыне. Сколько в жизни было ситуаций, сколько раз Господь говорил, когда мы читаем книгу, исход книгу, числа книга Левит, сколько раз Господь говорит Моисею. И, заметьте, несмотря на это, Моисей желает учиться. Он говорит, Господи, научи, Господи, научи, он продолжал признавать свою зависимость от Господа. Несмотря на свой опыт жизни, на свой экспириенс, как говорят здесь в Америке, он нуждался, чтобы Господь учил. Обращаясь к Господу, Моисей говорит, научи, научи, Господи. Второе, заметьте, Моисей говорит в своей молитве, своей просьбе научить. Он говорит, Господи, научи так. Вот это короткое, маленькое слово, которое имеет определенное качество, или определяет, говорит о каком-то качественном вот таком аспекте. Не просто как-то, как-нибудь, а он говорит, научи так. В Священном Писании, на страницах Священного Писания мы неоднократно встречаемся с вот этим коротким словом так. Помните, апостол Павел говорит о христианах, о верующих, что мы все находимся, все живущие в этом мире, мы как спортсмены, находящиеся на определенном забеге. И он говорит, что очень много людей, которые участвуют в этих соревнованиях, в этом забеге, но только один получает награду. И обращаясь к Церкви Божией, апостол дает вот это наставление, так бегите, чтобы получить. Не просто, но так бегите, чтобы получить. Моисей говорит, Господи, так научи. Читая об апостола в книге Деяний, мы читаем такие слова, что они так говорили, что многие уверовали. В Саиногорной проповеди Иисус Христос, обращаясь к тем, кто Его слушал, к своим последователям, Он говорит, вы свет миру. Помните? А помните, что после этого говорит? Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели. Опять, вот это качественная оценка или категория так досветит, чтобы видели. Оказывается, можно по-разному светить. Мы, наверное, знаем, что электросварка это тоже свет, правда же? Но можете ли вы свободно посмотреть на электросварку? Или ситуация на дорогах, мы ездим, да, особенно, когда дорога такая узкая, где встречная, и кто-то едет нам навстречу, ему хорошо, он включил дальний свет, хайбин. Ему хорошо, ему удобно, но тому, кто напротив. А Христос говорит так, так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели, чтобы они видели и прославляли Отца вашего небесного. Опять-таки, сегодня брат Роман уже напоминал стих, золотой стих Библии, помните, опять мы читаем, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Священное Писание призывает нас, чтобы мы так же любили, чтобы мы так любили людей окружающих нас, чтобы готовы были служить, готовы были посвятить себя, потому что наш Иисус, наш Учитель, наш Господь так возлюбил мир, что пришел в этот мир, чтобы спасти. Причем Он сделал тогда, когда мы не знали Его, когда мы были еще грешниками, говорит Священное Писание. Моисей молится и говорит, научи, Господи, научи так счислять дни наши, чтобы приобрести нам мудрое сердце. Я думаю, мы хорошо знаем этот стих, не один раз повторяем, но, может быть, не всегда задумываемся, почему вдруг Моисею пришло вот это желание, почему для Него так важна была эта молитва. Опять-таки, один из переводов, американских переводов, он говорит, Господи, научи нас так проживать наши дни, так их исчислять, чтобы мы могли представить Тебе мудрое сердце. Моисей, живя на земле, проживая свои дни, он говорит, я хочу приобрести мудрое сердце. Заметьте, здесь очень много интересных моментов. Моисей говорит, прежде чем говорить о том, что время скоротечное, что оно быстро, он говорит, Господи, ты от века и до века тот же. Причем он говорит, что для Бога скоротечность и быстротечность дней, она проходит еще быстрее, чем для нас. Потому что он говорит, что перед тобою тысячи лет, как день чарашний, когда он уже прошел. Он как наводнение, он как ночная стража, как сон, как трава, так быстро. Но тем не менее, Моисей говорит, даже несмотря на что они так быстро проходят, они все проходят пред славою Твоею. Господь, но не безразлично. Господь не просто как бы безразлично относится к нашим дням. Он говорит, что он наблюдает, наблюдает за каждым днем. Мне нравится 32-й Псалом, где автор говорит, Господи, Ты создал сердца всех людей и вникаешь во все дела их. Здесь Моисей молится, Господи, научи. Господи, научи исчислять мои дни правильно. Далее, он три вещи, о которых он просит, чтобы Господь научил. Моисей верит, Моисей уверен, что это как раз то поможет ему, поможет нам быть мудрыми. Он говорит, рано насыти нас милостью Твоею. Опять-таки, один из переводов говорит, Твою милость мы получаем каждое утро, но научи и в течение дня оставаться благодарным Тебе. Никто из нас не сомневается, что по милости Господней мы просыпаемся каждое утро. Но Моисей просит, Господи, я не просто хочу утром увидеть Твою милость, но и в течение дня я хочу оставаться благодарным Тебе. Моисей просит и говорит, да явится дело Твое и слава Твоя. Другими словами, человек, который столько много видел того, что делал Господь, он говорит, Господи, научи меня в каждом дне видеть дело Твое. Научи меня благодарить Тебя каждый день. И последнее, Моисей говорит, в деле рук с поспешистой нам. В деле рук с поспешистой нам. Опять-таки, один из переводов говорит, confirm или подтверди то, что мы делаем. Господи, научи меня так поступать, научи меня так делать дело Твое, чтобы я получил одобрение из Твоих уз. Господи, научи, научи так шислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Давайте мы преклонимся, помолимся Господу, попросим Его, чтобы Он и нас учил быть благодарными Ему, видя милости Его, испытывая и переживая особую благодать в нашей жизни быть довольными, быть благочестивыми, быть благодарными, видеть дело Его, участвовать в деле Его, участвовать в славе Его, делать так, чтобы получить, помните, как Он сказал, хорошо, добрый и верный раб. Помолимся ему. Аминь.